Итак, всем привет! Мое козырное приветствие! Я сейчас с Николаем. Вот-вот, прямо сейчас недавно сняли видеоролик, где мы конфликтовали по поводу, так скажем, у нас моментов, что лучше газовый котел или центральное топление, либо еще что-то. И сейчас мы решили записать видеоролик по поводу возражений, которые вот есть. Один аналитик сказал такое, что якобы сейчас везде цены идут вниз и, конечно же, в Сочи тоже цены пойдут вниз. Ну, может быть, такое есть. Я таких аналитиков очень много знаю. Они сидят возле компьютеров, анализируют и покупают растворимый кофе, потому что на кофе, который нужно сварить, у них нет денег. Ну, я знаю таких аналитиков, очень много таких аналитиков я знаю, и они заработают за 12 тысяч рублей в других компаниях, потому что больше им не нужно платить. Итак, давайте возьмем, к примеру, вот она, небольшая есть статья от 27 октября. Что мы здесь можем сказать? Цены на сочинскую недвижимость растут как на первичном, так и на вторичном рынке. За минувшие 9 месяцев 2016 года, а я здесь уже нахожусь 7 месяцев, как раз Николай находится 9 месяцев, квадратный метр в новостройках Сочи подорожал на 20%. Что я могу сказать? В Казани у нас поднялась на 9%, да, после того, как там прошла у нас, так скажем, студенческая олимпиада. И у нас под Москвой поднялось на 8,5%, да, так как Москва расширяется у нас, да, немножко больше становится, и поэтому там цены приближаются к московским. И вот если возьмем, да, все остальные у нас как бы очень далеко находятся, поэтому даже нет вариантов. Ну что я могу сказать? Тенденция к росту есть, все есть, поэтому цена будет дорожать, дешевле она не будет. Да, там кто-то, как мыльный пузырь, когда-то остановится, ну, наверное, наверное, это ваше право так думать. Пока вы думаете, другие покупают, экономят либо свои деньги и время, либо потом зарабатывают на дороге, как ты. Да, да, вот именно как ты. Не могу, я конкретно обращаюсь. Тот, кто анализирует, сидит, получает там свои копейки и анализирует, ведет анализ, да, вот так вот, делает анализ и все. Давайте посмотрим следующий вариант, да. Сочи вошел в тройку самых безопасных городов России. Да, вот смотрите, вот я живу в безопасном районе России, боюсь идти домой, да, 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 да. В общем, у нас первое место по результатам заняла Чечня, Гроза, второе, Нижневатарск и в десятку также вошли Чебоксару, но Сочи заняло у нас, получается, третье место. Почему безопасный город? Да, ответ очень прост. Перед Олимпиадой здесь, не знаю, там, ни вздохнуть, ни... Ладно, просто не вздохнуть. Очень много у нас здесь понаставили камер. Все, здесь я свой кабриолет всегда оставлял открытым, вы понимаете? Я оставлял его открытым, вот Николай не даст соврать, я просто останавливал, вот там, я закрывал его, чтобы лисы не налетели, понимаете, под деревом. Остальное там без разницы, там, телефон, еще что-нибудь, потому что я знаю, что город, ну, нет у нас там грабежей, нет у нас, чтобы сняли, там, колеса, чтобы кто-то там украл, нет у нас такой, чтобы дворники сняли, еще что-нибудь, ну, нет такого. Давайте посмотрим дальше. Лучший город на земле. Не в России. Лучший город по соотношению цены, качества, соответственно, там был, был то у нас там Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, да, там, еще там какие-то там. И что я могу сказать, здесь и, как бы, не хотел сказать двороку, и убогому понятно, что в городе Сочи самые лучшие условия для того, чтобы их жить. Давайте просто на секундочку покажу. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот, посмотрите, где вы еще сможете найти такую красоту? Вот, где, вот, где вот так вот можно, вот, просто взять и все, чтобы вот можно было, да, где вы такую найдете красоту? Какие чистые улицы, просто посмотрите, да, пару листочков есть. Все чистенько, опрятно, аккуратненько. Давайте зайдем дальше на дом, конечно. И продолжим мы дальше. И так, вот, да, у нас, на самом деле, можете все статьи посмотреть, ничего плохого нету. Дальше. Назвы города России, где выгоднее всего сдавать квартиру в аренду. Москва почему-то у нас, кто получает по отношению, сколько денег потратили на квартиру и сколько по факту, получается всего лишь 4,4%. В Ялте 5%, в Владивостоке 5,7%. Доходность в городе Сочи, получается, в Сочи приносит 9%, но это официальные данные. А вы сами понимаете, у нас официально только 20%, а все неофициальное у нас здесь гораздо выше. У нас квартира отбивается очень-очень быстро, да, вот такая вот статья есть, да, через сколько она может отбиться и так далее. Поэтому, что я могу сказать, эти статьи, они не относятся к Краснодарскому краю. Это статья, которая идет обычно по России, как бы это, ну, не то, что там я взял эту статью, написал, я автор. Нет, на основе статистики, на основе налоговых вычетов, на основе много чего там сделано и к такому выводу пришли. Дальше, что касается аналитики. Во-первых, мне нравится это слово аналитика. Если мы возьмем с вами аналитику, то у нас получается, лето должен был быть жесткий не сезон, согласно аналитике. Я могу сказать, что во всех агентствах недвижимости был очень жесткий не сезон. И все, хотел сказать, сосали лапу, нет, не сосали лапу, просто сидели на хлебе с солью, понимаете. У нас немножко был подход другой. Я приехал, у меня не было в голове, что не сезон. Я брал клиентов, возил, отрабатывал, отрабатывал. И в итоге, в жесткий не сезон, я сам лично закрыл, в августе 10 сделок закрыл, да. В июле месяце закрыл 4 сделки, да, действительно, очень плохо было. 4 сделки закрыл, там определенную сумму заработал, да. В июне месяце тоже закрыл, да. В октябре месяце еще закрыл. И также мои коллеги закрывают. Чему я это вам говорю? Я мог, конечно, взять, вот так вот сесть на попу ровно, мог открыть, посмотреть, в забитом, значит так, не сезон в продажах, продажах недвижимости. Посмотреть, да. И все, и пошло подальше. Значит так. Когда лучше продавать квартиру, взять, начать анализировать, вне сезон продажи чужой недвижимости. Как продавать вне сезон, да, у нас начинается продавать недвижимости вне сезон, еще что, и брать, анализировать статьи, и все. Ну, я для себя что выбрал, не сезон, я взял просто, сделал рассылку, показал хорошее коммерческое положение, которое есть на данный момент, взял, сделал исходящее, и просто поехал и продавать. Мне, мои опытные коллеги говорили, Макс, это мне говорил мой друг, он говорит, ты сделал в июле месяце 26 бестолковых прокатов за 20 дней. У тебя ни один человек ничего не купил. Зачем ты растрачу свою энергию? Пошли с нами на пляж. Это нормально на пляж сходить, понимаешь? Пошли на рыбалку, пошли в баню. Сейчас не сезон, люди не покупают, сейчас туристы приезжают. Туристы! Я выслушал, но сделал все по-своему. В итоге все, да, кто-то уехал, кто-то не уехал. В конце июля я закрыл 4 сделки, потом в августе закрыл 10 сделок, в сентябре еще 10 сделок, в октябре я там 14 сделок закрыл. И все эти люди, которые мне показывал, они взяли и все приехали и вернулись. К чему я говорю? Тот, кто отдохнул в это время на пляже, они также отдохнули. К чему я говорю? Мне говорили аналитики, эксперты, которые в этой области работают дольше, чем я. И они мне подсказали по-свойски, они нормальные, адекватные люди, они взяли и подсказали. Макс, не надо ворвать попу, понимаешь? Все. Сейчас мне кто-то берет, дает рекомендации моим подписчикам, я специально удаляю эти комментарии. Аналитика подсказывает, пузырь. Какая аналитика? Какой эксперт? Который сидит и смотрит за тенденцией по ценам? Я сомневаюсь. Я вот так вот открываю, я беру любой у нас, например, беру спокойно любой объект. Ну, давайте возьмем, к примеру, давайте возьмем мелодию леса. Возьмем мы с вами мелодию леса. Возьмем мелодию леса 2 и 3. Николай не даст мне соврать. Николай мне не даст соврать. Мы в апреле месяце, когда были, в конце, ну, в начале апреля, мы вот эти квартирки, сейчас вам покажу, секундочку, возьму, все, у нас видовой стояк уже, что, все, нету? Да ладно, вот такой вот квартирки, вот эти квартиры, мы продавали по 45 тысяч рублей за квадратный метр. 45 тысяч рублей он стоил. И клиент, который мне приехал, я тоже продал примерно за эти деньги, понимаете? Сейчас эта цена просто так же от застройщика 68. Посмотрите в процентах, насколько подорожало. Просто посмотрите в процентах, насколько все это подорожало. Вот это 73. Дороже, чем 48 тысяч за квадрат не было там ни одной квартиры в апреле месяце. Не было ни одной. И люди, которые я встречаю, которые сейчас делают ремонт у нас на четвертый этаж, вот в этих секциях делают, они мне так и сказали, Максим, мы вот купили квартиры там по 45 тысяч рублей за квадратный метр. Это была нормальная цена. Сейчас цена вот такая за рядовые квартиры, по 70 тысяч рублей за квадрат без отделки. Возьмем, к примеру, давайте с вами другой, например, объект, какой-нибудь, давайте возьмем с вами Green Palace. Да, по-английски мне подсказывают, но нужно набрать. Спасибо. Значит так, возьмем с вами Green Palace, да? Давайте возьмем с вами первый купавшийся. Когда мы снимали видео, можете найти мой видеоролик, мы там были как раз с Николаем. Вот эти квартиры на первом этаже, эта квартира, она была, сколько? 57 тысяч за квадратный метр. Второй был подороже, максимальная цена, которая была 68 тысяч. Сейчас первый этаж это 95 тысяч рублей, третий этаж 100 тысяч рублей. Вот, мы снимали вот этот домик, он еще был не в таком красивом состоянии, как сейчас на картинке. Вот такой домик мы снимали, и настолько поднялась цена. Могу показать вот Green Palace третью. Да, он примерно был тогда вот в таком состоянии, вот в таком состоянии он был. Помнишь такой, да? Конечно. Вот в таком состоянии был, да, вот так он стоял, вот так вот, непонятно как, даже еще хуже. И в итоге была цена по 58 тысяч рублей за квадрат и немножечко подороже. И в тот момент, как бы все думали, брать или не брать. Сейчас в третьем доме такие цены 95 тысяч рублей за квадратный метр. А, даже 105 тысяч за квадратный метр. И дешевле никто не отдает. Чему я это все говорю? Могу показать вам еще ряд других объектов, просто те объекты, которые у меня впились в памяти, которые я сам себе хотел купить. Сейчас, если честно, жалею, что в тот момент я себе их не купил. И могу сказать то же самое, у нас будет тенденция и с Босфором, да? Запомните в этом видео цены на квартиру, например, в том же самом Босфоре. Спокойно, до 100 тысяч они дорастут. Без проблем они дорастут. Я помню, когда мы с Николаем, Николай продал там первую квартиру, если не зашиваясь, назывался Тихий Дон. Тихий Дон, он продавал квартиру за 1 700 000, ну блин, может ты исправь меня, может быть я не помню, почему ты продал. Тихий Дон, 1 700 000 он продавал своим клиентам. Сейчас цена минимальная в Тихом Доне у нас, какая цена? 1 900 000 с чем-то, под 2, ну квадратных метров, соответственно, меньше. Да, квадратных меньше, 1 900 000, а ты продавал, если не ошибаюсь, какую квартиру? Так, сейчас уже и не вспомню. Да, ну в общем, тоже здесь также возросли, маленькую студию, сейчас эти квартиры, вот они, притом продавали хорошие видовые квартиры, эти квартиры сейчас не видовые, там вида нету, здесь сейчас и вида нету, понимаете? Видовые квартиры уже все у нас разобрали. Возьмем, к примеру, у нас какой там еще жилой комплекс, вот эти, Мелодия Леса 4. Мелодия Леса, возьмем 4. Тоже, я когда снимал, у меня есть видео, там даже, где у меня клиентка, по 45 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас минимальная цена, в Мелодии Леса 4, это если брать квартиры, которые идут с видом на море, они куда-нибудь. Они у нас сейчас стоят, минимальная цена у них идет 65 тысяч. 65 тысяч и 45, посмотрите, разница, это разница не 20%, не 19%, это разница больше 30%. 30% поднялась цена. Когда другие у нас, я не могу вам показать ни один объект, где бы цена была высокая, и взяла, она ни с того ни с сего опустилась бы. Я не вижу таких объектов. Я вижу только, что они поднимаются, поднимаются, поднимаются. Здесь у нас есть два варианта. Либо сейчас просто брать, сидеть и слушать аналитиков, и ждать, когда-нибудь квартира, недвижимость в городе Сочи упадет, да, при этом у нас. Почему они должны по это упасть? Ну, потому что у нас открывается казино 7 января, да, и, соответственно, сюда еще народ поедет со всей России. На основании этого должны цены на недвижимость упасть, потому что казино откроется. Потому что у нас открывается три аквапарка огромных, три аквапарка у нас открываются ближайшие. У нас сейчас дорога, подписали с китайцами договор. Китайцы сюда лезут, тоже можете на этих аквапаркс-порталах, можете посмотреть. Они сейчас делают дорогу, у нас будет хорошая дорога до Догомыса, да, через Абширонск, через Хадыженск. Будет часто там у нас дорога есть, но она без, так скажем, без асфальта. Там будет хорошую дорогу, подписали. Сейчас ведется проект на согласование, чтобы поверх железной дороги сделать автотрассу. Получается, вы будете ехать по прямой. Это уже 4 года мусорится, но в конце концов это все будет. У нас сейчас строится медицинский центр, самый большой в России, на который выделено 6 миллиардов. 6 миллиардов выделено медицинский центр. У нас сейчас уже достраивается периментальный центр, там где будет рожать очень хорошо и комфортно. Понимаете? У нас сейчас здесь еще дополнительно открывается, у нас в этом году открылись дополнительные фуникулеры для того, чтобы... Я на них обязательно прокачусь на этой неделе. Для того, чтобы вас доставлять из пункта А в пункт Б. Понимаете? Поэтому что я могу сказать? И вы хотите сказать, что все это делается в городе Сочи для того, чтобы цены на недвижимость упали? Ну, что я могу сказать? Анализируй, анализируй, анализируй. И в это время богато анализируешь, все остальные покупают и зарабатывают. В общем, если бы я видел другой город, более перспективный, чем город Сочи, я бы жил там. Но я выбрал для себя город Сочи и Николай выбрал город Сочи. Поэтому, в общем, добро пожаловать в Сочи, успей купить квартиру, осуществи свою мечту. Все. Всем пока. С вами был Максим, компания Элитный Сочи. И, конечно же, Николай.